Всем привет! Лето уже заканчивается, а это значит, что нужно успеть еще попутешествовать. Мы сейчас, как вы заметили, на вокзале у нас в Яблоновском. И мы отправляемся с Максом и с Дашей в наше первое путешествие на электричке. Хотелось бы, конечно, на поезде, но пока мы едем на электричке. А куда мы едем? Ну, горячий ключ. Даша еще никогда не каталась в электричке. Она любит махать поездам, для нее это будет интересное приключение. Такая вот у нас здесь станция без вокзала. Называется Кубань. Здесь можно было раньше билеты купить. А сейчас здесь просто объявляют, какая электричка едет. Отправляемся к первое путешествие. На самом деле хочется очень на поезде поехать. Может быть, в следующем году поедем в Питер. Мы вообще мечтали поехать, но потом я забеременела, и у нас не получилось. Ну, я надеюсь, в следующем году, в следующем летом мы поедем в Питер на поезде. Вот там уже кайф о нем по полной. Ну, а сейчас у нас будет это репетиция. И Максу как раз перед началом обучения, в конце лета, мы с ним отправимся в путешествие. Раньше на велосипедах ездили, теперь на электричке. Вот окошко. Раньше здесь билетики можно было купить. Хочешь в таком покататься? Вот и началось наше приключение. А обратно мы поедем на машине. И нас заберет Леша. Ну, как тебе, Даша? Потому что доступная нам электричка из горячего ключа отправляется в 17.15. И для нас это слишком рано. Нам бы хотелось погулять неспешно, не переживая, что мы опоздаем на электричку. Потом после этой электрички идет перерыв в 3 часа. И следующая электричка будет аж, по-моему, в 20, в 30. Ну, в общем, поздно. Или даже в 9 часов вечера. Поэтому мы вообще уже думали, что не поедем в горячий ключ. Но Леша сказал, что приедет, нас заберет. И мы с удовольствием отправились в наше путешествие. Потому что очень сильно хотелось покататься на электричке. Не так хотелось в горячий ключ, как покататься на электричке. А тут уже сам. Сады яблоневые. На Кубани, кстати, растут сады и небольшие деревья, маленькие деревья сажают. И с нами зайцем едет Моль. Ей пора выходить. Она не знает как. Даша. Даша. Ну что, мы приехали. Как тебе, Дашенька, путешествие? Понравилось? Да, на этой электричке мы приехали. Она сейчас обратно поедет. Понравилось? Понравилось, Дашень? Понравилось. Ты, моя сладкая, на все. Отправляемся в путь. Ну, здесь подъем, конечно, крутой. Ну, ничего, вдвоем нормально. Один коляску, другой ребенка. Поезд доехал до Конечной. Приехал на тупик. И потом будет уже в обратную сторону ехать. Вот так выглядит вокзал. Тут люди сразу можно сесть на автобус поехать в город. Но мы отправляемся, вот, в вокзал. Мы отправляемся пешком, потому что мы любим путешествовать пешком. Вы уже полны духом аванчеризма? Вам интересно? Да. Вот так начинается наше путешествие в Горячий Ключ. Как вам начало? Идем в KFC. Может, на улице посидим? Или это на улице не KFC? Нет. А, нет. Топ-топ. Ну, пойдем сейчас покушаем, потому что я почему-то вообще не позавтракала, только кофе попила. И пойдем гулять. Вот здесь уже трасса М4. Аж вздрогнула. Все, мы уже в KFC сидим. Мы здесь уже, по-моему, были. Я не помню. Даша ест картошечку. Но я с собой еду взяла. И здесь меню как-то не особо разнообразное. Это что? Джуниоров здесь нет, шеф-бургеров. Да, наггетсов нельзя много заказать. Картошки тоже нельзя много заказать. Ну, раз перекусим и пойдем гулять. Хорошо. Так, ну что, мы покушали. Теперь самое страшное перейти трассу М4. Мы не знаем, где пешеходный переход, хотя мы здесь с мамой уже переходили. Нам нужно перейти на дорогу, там, где мост. Максим сейчас смотрит. Хочешь, давай ты сейчас пройдешься, посмотришь, чтобы мы с коляской не ходили. Аккуратно только, Макс. Чтобы с коляской мы не бегали. Он сейчас сбегает, посмотрит. Есть там переходный пешеход. Чтобы не бегать с Дашей. Вот это самое страшное. Остальной маршрут, я помню, мы с мамой там ходили пешком. Все, дорогу нашли. Но тут ведутся ремонтные работы. В общем, тут веселье прям. Так, ну все. Мы прошли трассу М4. Сейчас время 11 часов. Даша как раз пора спать. Она еще доедает курочку. Я взяла чизбургер. Ну и там курочка вот такая. Как стрип с волокнами. Ей разделила. И она с удовольствием кушает. Я еще и оладушки с дома взяла. Ночью жарила. Кашу ночью варила. Чтоб утром не готовить. Чтоб сразу Дашу покормить. И отправиться. О, а здесь еще, смотрите, еще и в теньке пойдем. Я думала, здесь под палящим солнцем. Вот такая красота. Ой, прекрасно. Наконец-то спала жара. Наконец-то на улице сегодня до 31. И для нас это прохладная погода. Блин. У нас похолодало. Да, у нас похолодало на 10 градусов. Да. 30 градусов и уже прекрасно себя ощущаешь. Так, а здесь на мосту делают асфальт. Кладут. Мы как раз по-новому прошлись. Ой, блин. Здесь делают ремонт. Река Псикупс. Такие вот у нас приключения. Тут, походу, было раньше покрытие. Его сняли. И теперь мы вот так. Весело как. Ну вот. Мы буквально 3 минуты прошли. И мы уже в центре горячего ключа. Ну, в принципе, мы сейчас вам его еще и снимем. Тут вообще недалеко. Если вы любите ходить пешком, и вы живете недалеко от меня, ну или в Краснодар один, на электричку сели и поехали гулять, путешествовать. И наслаждаться жизнью. Дашенька еще пока не спит. Но она уже такая готова ко сну. Малышка моя. Такая не понимает, что происходит. Я обычно с ней в такие длительные прогулки хожу. А во второй половине дня, ну, под вечер. Во второй половине дня. А сейчас она не поймет, что происходит. Куда-то приехали. Какой-то город незнакомый. Шумно. Малышка. Такой долгий светофор. Мы так тут долго стояли. Я успела Дашу намазать кремом от загара. Потому что солнце, негде скрыться. Мы скоро по тенечку пойдем. Но там долго стояли. Я Дашу намазала, себе лоб намазала. Потому что у меня никакого тональника. Здесь вот огромные торговые площадки. Торговый комплекс. Все, что хошь. Там он вообще детский мир. Читай город. Эльдорадо. Семейный стиль. Читай город. Я только что сказала. Бургер Кинг. Ой. Но мы сейчас дойдем до площади. Я вам сниму площадь. Вот это здание. Кстати, я в нем никогда не была. Ой, это что, жилое здание? Я всегда думала, что это торговый. Какой-то торговый. А нет, смотри, тут полковый. Прикольно. Наверное, торговые места находятся на один этажах. Тут сейчас везде производят ремонт дорог. Ну, именно пешеходных тротуаров. Ну, и вот главная площадь Горячего Ключа. Администрация. Ой. Сейчас я отсюда сниму вам площадь. И поедем туда. Направо к аллее. Тысяча сосен. Там будет тенистая аллея. Будем неспешно прогуливаться. Вот так вот. Все. Заворачиваем. Подальше от оживленной улицы. И по запаху поняла, что аллея тысячи сосен уже началась. Пахнет. Я люблю очень запах. Я люблю очень запах хвои в жару. Он прям особенно насыщенный. Такой классный велик. Зашли в красное-белое. Купили вот такую вот классик кола. Ну, как? Нормально. Нормально. Даша пьет компотик, но у нее еще сок есть. Я компотика ей взяла где-то почти литр с дома. Но она уже почти все выпила. Ну, буду ей в магазинах соки покупать, там, напитки всякие. Еда у нее есть. Все, допила Максу правильно, на ногу. Молодец. Теперь по этой дорожке. Вот видите, тенистые аллейки. Так классно. Мы идем до самого санатория. Вот по такой прямой дороге. Очень уютно. Вот, знаете, ходим по дорожкам и наслаждаемся. Уже гуляем неспешно. Дашунчик все еще не спит. Косыночку сняли с нее. Но она сама сняла. И такой запах стоит сосен. Господи, как прекрасно. Нужно будет Мике собрать шишечек. Мика у нас любит шишечки. Ой, просто бесподобная погода. Тебе нравится? Я тоже кайфую. Я просто... Я еще думала ехать, не ехать. Но мы правильно сделали, что поехали. Опа. Даша, у нее велосипед нарисован. Даша очень нравится. Она даже не засыпает. И знаете, о чем я подумала? Максу говорю, это же Даша впервые увидит Дантово ущелье. А потом говорю, до кона. И через некоторое время еще раз впервые увидит Дантово ущелье. А потом Максу говорю, да что там говорить? Я каждый раз говорю, когда вижу Дантово ущелье, я его вижу каждый раз, как в первый раз. Но первый раз, конечно, я вообще не ожидала, что там такое есть. Он такой шикарный, а дух захватывает. Я даже не подозревала, что вот так вблизи Краснодара есть вот такое невероятное место. Которое просто, знаете, как из времен динозавров такое. Я не знаю, как описать сказочное место. А тут вот люди перед домом посадили кукурузу. Еще и выросло. Вон, початки, кочаны, как я их называю. Мне Леша тоже говорит, какой кочан кукурузы, когда нужно говорить початок. А тут местные все говорят кочан кукурузы. Так что? Все я правильно говорю. А вон там уже виднеются горы первые. Горячо-Ключевские. Ну все. Машины больше не будут ездить по нашей аллее. И мы сейчас выйдем непосредственно на нее. Вот. Вышли на аллею. Вообще, вот скажи, быстро мы пришли, да? Что там? Максимка тебе улыбается? Там окошко. Ну все, Дашенька заснула. Я накрыла ее пеленочкой, чтобы солнышко на ней не светило, чтобы она спокойно поспала. Ну и мы теперь можем спокойно убирать. О, славится. Хочешь мороженое? Ну не почем. Кстати, не могла Даша уснуть, пока я не включила ей музыку, под которую она всегда засыпает и утром, и вечером. Только включила, а еще даже минуту не проиграла. Ребенок выродился. Вот что значит ритуал ко сну. Нашли славиться. Я выбрала себе малиновое. Вот такое вот. Маленько. Я себе малиновое взяла. Ну какой-то я хотела, знаете, как щербет какой-то. Знаете, кисленький, но не кисленький, сладкий просто. Вот. У меня Марк. У Макса Марк. Почти Макс. Макса Марк. Зашли в пятерочку. Тут пятерочка прям перед санаторием. Хотели какую-нибудь выпечку взять, но ничего нет. Здесь раньше выпечку продавали. Мы взяли напиток Максу и Дашу вкусняшки. Максим покупает, а я с Дашенькой стою, жду. Ой, ребята, как здесь красиво. Тут всегда, в любое время года красиво. Даже зимой. Ну, Дашенька проснулась у нас сразу в пятерочке. Не понравилась ей там атмосфера. Сон был короткий. Ну, 55 минут поспала. Даша гуляет по горячему клещу. Даша гуляет по горячему клещу. Даша не рвет цветочки. Она аккуратненько их смотрит. Здесь солнце не светит. И они так хорошо цветут. А у меня на солнце прям плохо себя чувствуют. Это лев. Он говорит, р-р-р, да. Листочки, да? Ну, потрогай, потрогай. Ой, какие шелестявые. Да, это осень приближается. Пойдем, пойдем. Не надо их раскапывать. Пойдем. Вот так вот среди голубей прошлась. А тут встреча века. Даша видела собственной персоной. Синий трактор приехал. Любимый сказочный персонаж. Он сильно громкая музыка. Вот, синий трактор. Приехал синий трактор. Пошли. Да, кто же, кто же, кто же, кто же песенку поет? Человек. Да. Он, человека, видишь, везет. Ты моя сладенькая. Ой, ты мой хороший. Синий трактор, да. Собственно, персоной. Вот так вот не спеша мы уже и пришли почти к ущелью самого автовокзала. Даша, он притопала своими двумя. Дашенька, нам сюда. Пришла тут, понимаешь ли. В горячий клич. Путешественница маленькая. Хорошо здесь, да, Даша? Просто замечательно. Какая деловая. Как будто не в первый раз тут идет. Пошли. Там очень красиво. Мы пришли уже к Дантову ущелью. Я тебе говорила, что тебе понравится. Даша, ты чувствуешь прохладу? Да. Даша, ей страшно, она боится. Видишь? Капелька. 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ты посильнее, дуй так... ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА День добрый. День добрый. День добрый. День добрый. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Мы сейчас дождемся, когда можно будет виноград помыть. Мы виноград купили в пятерочке. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А он, наверное, сильный. Ой, в смысле, пока еще не... А ну дай я попробую дунуть. О, получилось. Попробуй. Надо сильнее дуть. Даш, давай я это буду держать, и ты будешь дуть. Давай. Ну ладно, ладно, у нее пока не получается. Возьми ручкой вот так вот покрути. Да, давай вот так. Сделай так. Ой, смотри, как здорово у тебя получилось. Машина. Мы разлетаемся. Эх, что наша красавица. Часовенька. Идем обратно. Даша, стой на месте. Раз, два. Стой. Ну как тебе, Максим? Что? Понравилось наше путешествие? Да. Да, там птички поют. Даша без подгузников гуляет. Попа дышит. Да мы дома вообще подгузники не носим. А тут как бы в путешествии пришлось. Жалко ребенка. По жаре. Да. А тут такая природа, воздух. Надо, чтобы попа подышала. Очень полезная информация. Да? Смотрите. Тут козочка пасется. Козочка, Даша. Козочка говорит. Козочка. Привет, козочка. Ой, какая хорошенькая. Давай, погладь ее. Погладь, погладь. Козочка. Не бойся. Ручки вот так ей протяни. Ручки. Козочка. Козочка. Козочку не боишься? Мальчика боишься? Ночка ее зовут, да? Да. Ночка. Ночка. Козочка. Можно сдавать чертойка. О. Хоть кто-то водичку принес, скажи, да? Ты будешь это кушать? Смотри. Ой. Отдавай, отдавай. Пусть кушает. Сама не кушай. вот молодец умничка вон еще подними да и он сам съест погладь его ой ты мои хорошие ой ты чё ты чё это спасибо такое бодаться все помаши козлику пока пока вот такие вот это козочка или козлик дашенька еще кормила козлика мы набрали много листочков даша его кормила кормила он ел ел а потом даша упала и он начал и бодать я подумала что это точно козел да да шишечки хочешь пособирать шишечки ну давай для микушки надо шишечки собрать в общем мы подумали и решили что мы хотим попробовать добраться своим ходом до железнодорожного вокзала ну не будем никуда спешить вот шишечки пособираем давай давай опа поднимайся не надо блокировать поставь ближе коляску сюда даже будь шишечки собирать дальше вот все в общем мы решили не спешить но прогулочным шагом попробовать успеть на электричку последнюю ну не позднюю которая уезжает в пять часов просто хотелось бы вернуться домой своим ходом его получила больше удовольствие ну и максим тоже у него спросила говорит хочет что вернулись мы своим ходом мы так хорошо погуляли вот мы даже остановились даже шишечки собирает правильно потрусить дерево чтоб больше шишечек попадал так что мы может еще вернемся домой своим ходом было бы здорово если бы у нас получилось но спешить мы для этого специально не хотим посмотрим как получится а если не успеем и тогда по торговому центру походим или можно по главной площади горячего ключа погуляем пока лёша к нам будет ехать шишки собирает и в коляску кладет потом микки отдашь до дошенькин да не не козе ами кушечки наши поехали домой хочешь гулять да не хочешь гулять да это не надо трогать кору ну что мы едем домой по встречке тут просто мост делают и дорога встречное движение перекрыто так что мы еще идем по встречке все дороги для нас открыты мы сейчас по мосту идем ну ребятушки мы замечательно провели время и даже сами своим своими силами вернемся домой и даже не жарко ну 31 градус для нас уже это не жарко даже не жарко вот мы идем домой относительно относительно в тени вообще классно погуляли сейчас мы хотели в какую-нибудь кафешку зайти в горячем ключе но мы что-то там и не голодные были ну ты сейчас кушать хочешь а я вообще не голодная но я тоже покушаю потому что в поезде захочу есть в электричке сейчас опять в киевсе зайдем покушаем там еще мы успеем в киевсе посидеть покушать и потом поедем домой ой ой я захотела кушать после того как это сказала я запустила реакцию своего желудка дашенька вообще сытая я ей еды взяла все мы снова в киевсе снова сделали заказ сейчас покушаем и поедем дашенька да да ой тебе ручки надо помыть тоже ну что приехали мы домой я уже успела душ принять Дашенька сейчас купается следующий Максим на очереди хочу поделиться впечатлениями в общем мы успели съездить в горячий ключ мы выехали в девять утра приехали туда в десять шестнадцать и до следующая электричка обратно ехала в семнадцать пятнадцать и мы приехали получается в восемнадцать двадцать шесть за это время мы успели спокойно не спеша прогулочным шагом даетесь с вокзала до аллеи тысячи сосен там прогуляться останавливаться где нам нужно прийти к донтово ущелье еще там сидеть на разных лавочках отдохнуть даша там должна была играться очень много даже сама ходила ну скорость ходьбы ребенка я думаю вы понимаете в общем мы гуляли неспешно никуда не спешили и назад когда мы шли мы решили что если мы будем не успевать мы зайдем в торговый центр там лёша будет у нас приедет заберет там часом уехать мы просто походили по торговому центру там максу рюкзак нужно купить посмотреть на некоторые вещи вот но мы успевали даша даже шишки собирала мы еще зашли в киевсе покушали и спокойно сели в вагон еще в вагоне ну не в вагон в электричку еще в электричке мы посидели подождали в отправлении минут за 15 мы сели в электричку и там уже кстати люди сидели вот так что мы прекрасно провели время все понравилось мне понравилось максу понравилось я очень рада что максу нравится такой отдых но это я ему с детства привила также сейчас прививаю Даши это я его с детства так тягала если бы Максим не захотел мне конечно не получилось так съездить потому что в электричку занести коляску вместе с ребенком ну это нереально вот это сложно а из минусов нам все понравилось и максу тоже все понравилось из минусов было только то что в электричке было очень жарко прямо душно но мы нормально это все перенесли но приехали домой сразу в душ потому что все плотные мокрые но счастливые я кстати немного обгорела обгорела именно на том длинном светофоре на котором я уже стою я чувствую что у меня начинает лицо обгорать думаю а тут Даша сидит с этими ножками голенькими мы как-то через тенечки ходили а тут на этом светофоре и тенечка нигде нет я успела пока этот светофор долгий загорался с зеленым цветом я успела даже достать найти крем в коляске в горах игрушек и всего остального намазать Дашу и даже успела себе лоб намазать но видите он пострадал но Дашенька слава богу я ее вовремя намазала да а так все все безумно нам понравилось и еще мы с такой осенью съездим обязательно можно без участия ну можно без помощи Леши я рада что мы его не тронули что он спокойно занимался своими делами и что мы сами съездили сами вернулись вот счастливые уставшие отдохнувшие вот такой отдых мне очень нравится такие путешествия такие вот класс кому-то это будет конечно сложно но для нас это прям такая перезагрузка классный отдых ну в принципе и по Краснодару гуляем не на близкие расстояния мы ходим в такие забеги что молнии горюй ну в принципе грубо говоря как будто мы сходили в парк 30-летия победы ну чуть чуть дальше вот электрички Даша себя хорошо вела в конце уже назад мы ехали я и включила мультики потому что ну было жарко я думаю не хочу там развлекать пусть ребенок смотрят мультики спокойно вот ну все видео буду заканчивать на этом всем всего доброго всего хорошего я вас всех люблю пока эти мои шутки да Даши тоже понравился отдых всем все довольны даже Леша ну 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 Субтитры подогнал «Симон»